всем привет продолжаем проходить кингс баунти чем мы здесь остановились маршанские топе давайте посмотрим что мы тут еще можем сделать принципе этого героя можно побить вы попробовали открыть дверь склепа но у вас ничего не вышло похоже это и есть нужно вам склеп удивительно как только чувака со своим радикулитом смогла сюда добраться да еще через все кладбище полной нечисти вы стали перед дверью и громко внятно произнесли заветное слово что дала старуха чувствовали вы себя невероятно глупо но тем не менее заклинание сработал и защитные чары развеялись вот открыт давайте зайдем кристаллы у нас тут враг интересно так тут у нас ничего и видимо так продолжаем а то я что-то это окно забыл закрыть кто у нас тут ходит то равны по силе нифига себе там скелетов летописи потерянного города внутри саркофага вы отыскали привязана шелковой лентой бумаги непонятном вам языке хуже то есть летописи все летописи потерянного города некромантов у вас в руках два скелетика равных мне по силе и со мной познакомиться я пока что не особо хочу если честно баран баран неплохой свиток более что магию хаоса и не планирую использовать а вот баран может сгодиться по себе ухты руна духа что мне там кстати нужно резерв здорово взять можно священников да инквизиторов опать заваленный вход может летучую мышку пробить сильный давайте надо будет это сделать ну вроде тут не особо много что шоу такое то чем вам не угодили мои мечники стрелы дракона тут мы будем конечно же некромантов сносить многовато один а тут двоих надо не забывать адский косяк сразу они еще успеют пострелять может быть даже кого-то хотя и успеют они нежить поднять оживите их бью ведь пока что отдыхай бежит после этого мне точно нужно будет пополнять ой блин уменьшил этих герцог хелем герцог хелем стал вампиром по собственному желанию плюс проклятие заставив маленького вампиреныша укусить против воли после превращения герцог погубил вампиреныша его семью это оказывается плохая зараза ладно ждем да теперь урон меньше конечно потому что карликами стали монахи ну что-то смогут дамажить дальше 122121 блин слим спит принципе думаю медведь еще ход пропустит на следующий ход уже можно будет бить 34 давайте бить правда очень больно да что ты делаешь а всем долбаным карликом блин он так то можно и проиграть такими темпами слим давайте-ка вот этих на замедлим слишком быстро сюда идут 2346 ох как я не люблю это заклинание медведи будут тут решать все и думаю хотя бы монахи меч-призрак 440 почему так больно то все началось о идеально но почти крайних зомби я не задеваю кромантов бы под снести хорошему так я могу кстати использовать зеркало боли урон 97 замечательно вообще давайте один я использую сейчас пусть побегают порезвятся пока что неплохо давай малыш ты сможешь в колено ему но все это не все равно молодец а убегай вот это я понимаю блин меч-призрак мощный 17 мечников все равно эту падлу пришлось бы убивать но больше у него маны нет тебя 5 маны и не помню сколько там меч-призрак стоит честно честно надо вот этих убивать критонул хорошо так будем подбираться к некромантам потихоньку там офигели край но они три раза по моему могут поднимать да ладно на карлика хватило 5 маны серьезно давайте вот этих зомби 68 их придется бить все равно куда не деться блин больно отвечают ой блин это было со способностью ладно еще поднимают давай вот без этого пожалуйста не знаю двоих своих я не хочу задевать даже ради того чтобы убить некромантов ждите ка если я сделаю вот так да ладно ну так можно задеть если отойти вполне себе можно троих врагов задеть но вернуться уже не хватит хода ну и ладно да у карлика кстати не сказал заклинание уменьшающие визуально юнита она также уменьшает его статы только вот я не помню какие надо было посмотреть какие именно все вот после этого надо пополнять войско жуть вообще сколько мечников потерял гвардейцев этот равный по силе уже некромант ну хотя бы я расчистил здесь немножко так тут у нас нежить пока что рано мне кажется намыливаться на нее надо для начала разобраться со всеми кто тут лазит а еще можно пойти задание этой чуваки сдать что у тебя тут мечники давай хотя бы мечники у мамы здесь у нас лучники да все погнали еще возьмем монахов медведей и гвардейцев хочется больше лидерства уже иметь чем 2300 ничего на свое время так гвардия монахи но этих как бы я уже нанял стали столько медведя денег у меня все равно как бы пятьдесят тысяч больше пятидесяти тысяч то есть постепенно капитал растет так должно быть это норма ну я в том плане что я рад этому что капитал растет если бы я уходил в минус это было бы очень очень не очень скажем так все теперь можно пойти дальше громить нежить тут я думаю мы не будем платить 400 монет я тут даже расчистил где этой цели никому ничего не платить посещено так ножди а свиток же я бы хотел вступить в ковен видим какое-то задание взял что ли оставить летописи а да просто диалог как бы ничего особо интересного очень много читанины шивариусу подождите-ка давайте отнесем что зря их добывал что на свитки это получается магическая школа я ведь мог в нее зайти но почему-то не посчитал нужным здесь вроде вот да нашел я ваши летописи видимо собирался к помощи какой-то колдовство творить отнесла бумаги на кладбище так отлично забираем деньги и опыт мне конечно же больше опыт интересует жаль вот эту статуя нельзя обирать скажем так каждый уровень например получил уровень опа плюс еще дополнительный опыт тут у нас герой сильный на сильного героя пока что не хочу нападать тем более у меня нет на него задания я не припомню по крайней мере давайте теперь в это в эту часть кладбище склеп совершенно пуст сходим там у нас плюс один интеллект что у нас в этом склепе а я тут осветил уже все понял да точник он же пустой значит я здесь уже побывал очень слабый прям очень слабый давайте очень слабый можем приведение всего 4 допустим вампиры избегает критических ударов растворять в тенях понял что он короче игнорирует крит полностью не получает урон от него стрелы дракона стрелков у них нету этих только магии долбить в принципе слава богу что и сейчас не особо критую ну как бы в данной ситуации мне это в плюс идет против вампиров не имею до надо постараться здесь без потерь как-то отыграть сэкономить войско что ты делаешь ой ну конечно блин он же ж тваря количество начал восстановлять смотри а на этих мерзких вампиров тьфу на тебя дождем думаю мечники разберутся сейчас бы окретанул в него хотя он в облике мыши в облике мыши он не страшен нифига не уклоняется ну что там то там косяк уже сейчас как бы вас так задеть пойдет только двое получит урон от косяка ну и ладно такая потеря обидно один лучник туда не сюда так ладно 1722 давай может быть мы тебя полечим предварительно 650 нормально то самый обычный зомби в одежде даже видно минус пауки еще немножко опыта и золото ну и плюс расчистили землю так тут у нас еще летают вампиры смотрю слабый склеп вижу слабый только вот бить их или не бить вот в чем вопрос можно их просто осветив святилище как бы уничтожить на побегу руна силой ой да и не собирался я ничего такого делать ну пофиг этих вот надо чикнуть разочек дыраем сундук магический кристалл не то чтобы вау но если бы я не вступил в бой я бы пропустил это у него скорость 4 да то есть в любом случае он мне сейчас достанет вот если бы мечники давайте-ка подождем гаденыш я просто уведу лучников и замедлю не долетит мышка хотя она долетит до мечников восстановит количество да блин опять чума все погнали урон по всем все минус мыши сразу отлично считаю так скорость 3 как то вот очень плохо видно ждем не сейчас подойдут снизим количество чтобы было проще давай-ка стрелой дракона вот этих вот нормально шьют все ваншот да у некроматов хорошая инициатива давай-ка уходи а то сейчас начнет тут в медведи это зря здоровье у них много а почти без потери на пару лучников один мечник ладно 100 опыт и деньги мне дали скелетов в резерв здорово зеркало боли два свитка светили я причем не знаю эти скелеты мне вообще пригодятся или нет или мне придется от них избавиться один тут получается пара мобов осталось вот этих мы убиваем любом случае да вы так претесь а ой как хорошо спасибо за ярость только вот как он всех задеть ну без летучих мышей ладно их убьем их всего 2 2 вампира вот всякие призраки которых и так урон режется наполовину бери-ка их можно было бы мечниками но ладно больше так устраивает так стараемся более в рассыпную становиться то эти массам ударом обладают ребятки 18 зомби это ерунда как бы тут без вопросов они убиваются но это все равно критично будет для тебя призрак блин не крита не пожалуйста бог он уклонился сразу 914 ничего когда у меня больше будет титанов в шкатулке открыто назовем их так вот этот моя привычка постоянно шкатулку открывать она будет иметь смысл скажем так больно поднимать еще будешь ну конечно пытается все этих вампиров оживить главное не криту и хорош сейчас это не требуется от тебя блин slim еще один ход будет отдыхать к следующему ходу я их не убью поэтому что пойдет теперь можно его укусить напоследок я думаю давай давай потом выделываться будешь наноси урон все 11 пойдет тут у нас золото могилки я пока что не буду трогать плюс золото пень зеркало боли да сколько мне тихо зеркал боли уже последний герой нет ну серьезно давайте посмотрим сколько мне этих свитков боевой клич 311 11 зеркал боли и что настолько боль познал что на плюс 4 к мане я думал плюс к интеллекту плюс мана это тоже хорошо вернее наверное даже лучше в моем случае гробик я подберу скелеты в резерв пойдет у нас еще зомби разваливающийся идет ухты на магии слабый немного слабее слабый слабых можно позабирать а того кто немного слабее пожалуй и так убить крестом два сундука здесь я вижу скелетов лучников смотрю неплохо это что-то не стал превращаться на ладно баран и я сохраню делаем так делаем так комнату будем стрелять вот в этих скелетов лучников бесполезно стрелять блин как больно зараза 34 давай-ка убиваю то они будут блин фигней заниматься вампиров хватит а этот вампир не умеет что ли мышью становиться странно он какой-то так о идеальном просто идеально потратил ярость обычной стрелой эти не уклоняются открыто поэтому берсерк свиток золото целим теперь два раунда отдыхает не повезло лучником он три гвардейца ладно вот там еще руна силы офигеть давай с тобой подеремся с теми и так разделусь офигеть тут лучников за 137 а чего не ждут странные какие-то уже ждут может облака яда мало урон наносит объектов у нас здесь нет никаких ладно что же в скелеттонов тут мы будем стрелять в летучих мышек давай как это было больно но тебе все равно будет больнее минус 2 сразу лично но просто фигней страдаем дфд ах ты скотина все из-за того что блин ждет а потом просто за счет инициативы зараза как же бесит такие виниты которые так делают а дальше их будет только больше давай медведь свой выход для мечники ждем это должно было произойти рано или поздно ну конечно блин скотина духнуть не хочет с этими еще разбираться я уже 1110 лучников потерял на этих походах так с ним ты проснулся отлично это все что от тебя требуется сейчас что у нас здесь еще одно зеркало боли спасибо большое мне так их не хватает но надо больше более плюс золото все думаю сейчас просто почищу локацию прощайте призраки ну да конечно теряю опыт но зато экономлю золото немножко забираем силу что тут еще есть все получается а куда другой ведет интересно ниши отсюда и вышел стоп если она права пойду а а это выход все это зомби эй ты зомби может ты еще недостаточно сгнил и можешь не только мычать но и разговаривать кто тут неужели очередной грабитель могил пожаловал и что он всем покоя не дают сокровище мертвых лежать себе но и пусть лежат не грабитель я искатель сокровищ наверно будет не очень много говорить зомби это чего такой недружелюбный не люблю я вас людей а чего так понимаешь существовало и раньше как все нормальные зомби родился свои стаи по кладбищу да по ночам жрал людей закончилось это тем что люди нас поймали и чуть было не сожгли замертво замертво на силу вырвался оставив свои руки в руках у палачей убежал я на болото где и подобрал меня ритоп выходил меня пришел руки мне новые глотку заменил чтобы разговаривать я мог нормально теперь я по гроб смерти обязан своему хозяину хожу на кладбище и собираю для него всякие разности для опытов разговариваешь ты впрямь очень здраво для зомби слушаем не можешь чем что-нибудь продать из того что вы собирал нет без разрешения сэра фритопа ничего не могу продать ставить зомби в покое ну ладно сэр фритоп это кто вообще если бы еще знал склеп склеп совершенно пуст я рад за него ой да ладно еще один свиток как неожиданно какой сюрприз а тут вообще другие свитки существуют в этой игре интересно что подозрительно замок кармак но у нас один отряд здесь остался и мы очистили считаете все пошло пошло контент с теми гниющими трупаками расходимся немножко может медведи в бой послать нет она разберемся мы с этими некромантами не беда давай кдф будут потери 5 мне кажется еще в замке придется драться блин тут плохо ой блин тоже не очень далеко эти твари ходят так это можешь нет не можешь да здесь помогу тебе же заблокировали давайте кстати броню глотта посмотрим вожу путь по идее сейчас ответный удар бы без потери да у нас получился еще брони глотта так годится да хватит уже уродцы блин все погнали вперед короче стрелы дракона убивай с проклятие мечники не могут двигаться пока не под броню глотта к сожалению недостаток щит но щит с минусом но все началось до их вырезать блин опять забыл ладно забыл применить удар усиленный так бы мы их уже убили тут мечников работа есть зато очень удобно они воскресились еще и не все к тому же вы как хорошо молодец мишка чтоб вы были здоровы а тут так заколет я думаю да 850 нормально ярость может быть мне даже пригодится которую сейчас накоплю если в замке нужно будет драться мы постараемся быстро это все провернуть все больше ты не постреляешь нет для тебя таких клеток где ты сможешь стрелять просто закидываем шапками и до свидания знаете на этом моменте сохранение сделаю всякий случай замок кармак тут у нас именем живет вот есть скелеты лучники это хорошо и есть проклятые привидения это тоже хорошо это отлично даже я бы сказал вот и что тебе нужно да вот шел мимо увидал замок и решил проведать его хозяев убирайся прочь я не вижу на тебе замка на тебе знака корадора кем здесь не место уходи что еще за знак корадора корадора корадор наверное великий воин великий генерал армия его скоро покорит и линию а потом настанет и черед дариона тьма придет в эти земли король марк будет неизвержен я именем стану правителем дариона так было мне обещано да да я слышал историю про могилу корадора и орков кстати орки ко всему этому какое имеют отношение то это не твое дело и даже не мое еще здесь я же приказал тебе покинуть мой замок еще не все свои дела закончил так что потерпи мое присутствие еще немного монахи просят тебя обратиться к свету и отринуть тьму поглотившую твой разум и пожиравшую пожирающую твою душу да сам посмотри на себя отощался всем озлобился ну зачем тебе быть королем гораздо лучше быть счастливым человеком опять неужели эти глупцы ничего не поняли мало им было голов их братьев и тех глупых рыцарей что вызвались помочь служителям храма этот раз я отправлю мне только головы но и твои внутренности готовься к смерти грубо очень грубо мальчик не стоит так разговаривать со взрослыми очень опасными дядями давай поднимай своих зомбаков я погляжу на их внутренности ох нифига себе вы чё блин то что за такую за войско лютая блин 440 и не не это не убивается сейчас я понял не намекнули как бы немножко что сейчас не время или попробовать ну я же знаю я вижу что тут неубиваемо это я даже не могу косяк кинуть нормально ну тут как бы блин забей просто почти всех задеваю и своих в том числе вот типа самый лучший исход но мне это вообще никак не поможет да допустим 23 убиваю а их 34 56 я 34 убиваю 69 убивают двух забей просто сколько получил ответ на удар ну тут как бы в два раза снижен урон ложащее количество восстанавливать свою на плюс один убил шестерых 1 с кресла некроманты 40 некромантов не только с ними разбираться полвека все минус лучники стэк просто шот 0 да ребята причем здесь физическим оружием тяжело будет победить увидели как урон блин вот надо именно магическими юнитами лупить другому здесь не как а я забыл про этот скил уже совсем что они так умеют как бы да уже ничего от меня не осталось поэтому очевидно что это мы скипаем пока что в любом случае сюда можно забегать просто нанимать войска например хорошие войска причем ладно как вариант можно дочистить склепы если тут что-то еще осталось этот я почистил где-то же остались какие-то склепы не совсем понимаю зачем такого героя сильного к каменем засунули сюда локацию типа о меч призрак да ладно я зеркало боли хотел вообще-то просто как бы локация не особо ска уровня тут прям такого босса ну не босса героя засунули сильного для этих мест кто не совсем понимаю так ладно тут у нас что-нибудь есть вот я осветился но это еще не все немного слабее давайте подеремся ладно немного слабее значит будет у нас серия посвящена убийством мертвецов плюс уровень для этого для слима и для нас скоро седьмой уровень скелетовные дни до 400 пойдет мы сразу убиваем скелетами надо было разобраться ну ладно возможно все равно надо их бить ждем на новый раунд ждем можно вот этих ножи замедлить толку станет ой блин черной стрелой шесть штук еще одна черная стрелах вытвори а это скелеты лучники они мощные нечего удивляться мы мощные лучники в игре все-таки ну за счет количества и общего количества статов из-за количества их даже эльфийские с ними не потягаются мне кажется даже медведи нормально так давайте-ка вот этих мы немножко ручников блин он критует ответным ударом понимаю ближнем бою но немного слабее как и написано вот козлы тысяча косарь тупо офигеть моему мне еще никто тысячу не наносил ни разу сгинь да ладно он еще выжил вот это было обязательно да то есть получать яд от законченного боя уже 19 мечников здесь можно так ядовитый плевок он сила яда 2 урон еще без разницы немного слабее можно уровень опнуть там еще есть я смотрю нужно много слабее либо крест жемкнуть как бы и все свидание а с теми я подерусь я думаю а уже не подерусь да почище почистил автоматически ну ладно так меня тоже устраивает так а тут вообще что-то осталось или нет почти починить посох разрушения это мне не по силам пока что это мы будем выполнять скоро убить пока который занял гнездо грифона это потом в жесткие ребята разыскать именем а 5 из 6 а где не почистил то весна становится теперь наверное где-то здесь возможно внизу блин как же ярость быстро слетает наверное вот этот склеп ну да это он слабый там еще есть равны по силе убиваем слабого и активируем крест куча призраков и лучники сундук забрали вот гады будем резать хотя бы что делать так а приведение это обычный он не физический урон режут нужны проклятые приведения не крутые восстанавливает количество влены и то есть можно даже проклятых приведений не покупать их просто покупаешь стак допустим да грамотно ими управляешь и они постепенно увеличивают количество то есть ты как бы собираешь себе в резерв приведений вампи от вампиривайших себе для будущих битв прикольная тема получается так долететь и не долетели но до урона пока что дело не дошло вот этот мне нравится я бы хотел вот так вот ударить теперь не получится это сделать только троих иначе я задену своих 100 монахов плюс-минус полный урон меч призрак кстати могу выучить режется урон сейчас я не думаю что он мне пригодится этот мяч призрак пусть будет 2335 пойдет уже пойдет да хватит блин лечить тебя что ли здесь опять не надо вот этих вот костяшек разваливать тут наглеть начинают притонул прит неплохо правда урона совсем мало конечно по костяным то отдых еще два хода тебя понял ой там сундук оказывается нифига себе хорошо что этот ракурс словил пропустил убирай он неплохо мы поставили саркофаг рассеивание а как же зеркало боли журнал задание обновлен еще скелетовый резерв ладно теперь мы можем пойти сдать и получить свой заслуженный седьмой уровень довольно долго здесь уровни качаются даже в самом начале игры так а сдавать кому мне это нужно сдать задание всех хорошая мораль никто по ходу земель нежити не боится здесь тут у нас монахи мы еще покупаем немного кстати можно банки с маной в принципе тоже покупать мне тоже нужны как бы всего лишь тысячу потратить думаю ничего страшного сюда сдаем задание да я закончил очищение склепов ты был прав молитва очищение помогла великолепная работа я благодарю тебя и оказал мне неоценимую помощь хоть ненадолго наступит небольшая передышка нечисти будет не так много как раньше вознаграждение спасибо я рад был помочь тебе до встречи атака или защита я выбираю атаку так берем резерв 2 ночные операции не я думаю темного командира надо брать для этого мне нужно всего лишь одна руна духа много маны давайте вот так сделаем мудрость возьмем она тоже пригодится как ни крути может еще какая помощь потребуется я устал и так устал эти 200 лет бесконечной борьбы я не вижу конца словно из бездонной ямы нежить идет и идет сейчас ты помог мне но что будет дальше чувствую как темная сторона становится все сильнее каждый раз когда мне удается одержать победу прошу тебя сходи арону дариону в рыцарский храм не зря ведь его называют храмом истины там ты проходил обучение спроси у него быть может в архивах храма отыщется что-то что укажет на причину такого буйства магии некромантов хорошо да 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 говорю 31 мечника покупаем забей просто блин сколько я их теряю но ничего страшного каков путь воина эти в рыцарский храм действительно сходим я потому что этого задания не помню на самом деле тут и медведи надо прикупить заодно так по статам у меня 5 5 и 2 на 1 как что все обстоит так я не помню я готов уже на острова свободы плыть или нет не уверен так мастер ричард а нет меня к вот этому подожди подожди аран де минимум так я секонд выпускник рыцарской школы при вашем храме надо хорошо это удачно зашел ясно ясно понял что было избран богами я попрошу тебя принять от меня этот кошель с подношениями отнести в храм усопших душ этот храм стоит на освещенной земле в маршанских топях путь далекий опасный руны магии стопы то давай можно использовать ну-ка подождите ка если я использую хотите сломать печать взять все деньги и завязать шнурок покрепче сколько там было то 72 900 а там 500 монет было боже ради этого серьезно не стоит я по поводу моего похода у меня есть кому вопрос он касается яростного паладина так ты уже познакомился с яростным паладином да когда я был в маршанских топях то познакомился с ним и он интересуется есть ли способ остановить нечисть которая заполонила все кладбище да ужасное место источник зла и прародитель сильнейших некротических возмущений нежить чувствует себя там вольготно что ни день то новое то новые умершие восстают из своих могил так что хотел узнать паладин я слышал о нем великий воин взваливший на свои плечи непосиленную нож очистить кладбище от умертвий именно об этом он и просил меня узнать вот уже 200 лет истребляет он нежить но не видит конца этой битвы он устал и спрашивает нет ли в храмовых архивах ответа на вопрос как окончательно очистить кладбище архивы говоришь сейчас посмотрим я помню лет 10 назад наши жрецы пытались осветить это место дабы избавить его от скверны священник вышел из комнаты но вскоре вернулся с книгой в руках вот здесь собрано все что нам удалось тогда отыскать по этому проклятому месту здесь же из-за метки тех кто принимал участие в обряде очищения спасибо отнесу эти бумаги ему вроде мне польза нет с этих бумаг никакой да блин это еще тактику можно было бы взять натиск надо будет взять вот ночные операции не совсем понимаю то есть у нас это бонус который влияет от времени суток плюс в пещере или не в пещере битва идет давайте-ка бумаги отнесем паладину я был у арона он дал мне вот эти бумаги давай их сюда паладин взял бумагой жадно принялся читать наконец он оторвался чтение и протянул пару листов смотри эти два документа написаны в одно время в одном из них говорится что были привезены установлены 12 статуй в другом наблюдатель храма отмечает всплеск некротических возмущений в тот же день статуи я их помню от них не ведет не видит никакой магии но быть может чары хорошо скрыты их 12 это число магического круга обрядов предлагаю разбить их хорошо давайте уже вот тут у нас 6 штук стоят получается не совсем уверен что я правильно поступаю вроде количество наемной нежити не должно измениться от этого к сюда мне кашель нужно отнести приветствую вас святой отец мне нужен священник авэйн это он и есть у меня для него посылочка я есть отец авэйн и милостью богов я являюсь здешним настоятелем меня прислал арон демион он просил кое-что вам передать вот кашель с пожертвованиями почему так мало как бы то ни было я безмерно благодарен арону и тебе и на рыцарев и вознесу за вас молитвы не зная передам ваши благодарности он передаст мне свои руны магии штуки ну немножко опыта кстати скелетончика пропустил где тут еще статуи вот вижу как это могилка могилки мы пока что не трогаем так тут у нас все по-прежнему по-прежнему все да да горит задание мне она сейчас не по силам блин просто эти статуи иногда сливаются с местностью как бы можно просто не заметить осталось две штуки я могу спокойно мимо них пробежать ну вот она одна а вот вторая стой стой я понял разрушая статуи ты уничтожаешь источник энергии смерти убиваешь не жить еще кладбище от оживших мертвецов это так ей сам желал этого но я слабее чувствую дыхание смерти на своем лице и убиваешь меня тоже потому что моя клятва теряет силу если ты разрушишь эту статую то моя клятва будет исполнена связь уже 200 лет удерживающий меня в мире живых будет разрушена я не хочу умирать пожалуйста не трогай последнюю статую что издеваешься что ли и для чего тогда это все то есть ты хочешь упокоиться или нет сам определись хорошо если тебя устраивает вечная борьба и не трону статуя что тогда надо сделать вернуться за наградой и 100 и 130 опыта если я сохранюсь и сломаю я уже не могу сломать ладно в любом случае как бы мне от этого горячо не холодно он выбрал сам свою судьбу глупец спасибо тебе за помощь теперь я понял как не избавиться от моей клятвы и проклятие но это будет стоить мне жизни пока что не готов к этому даже свою награду заслужил до встреч давай счастливо получается как-то вот так мы это все решили давайте напоследок мы отнесем вернее пойдем доложим что кашель мы отнесли немного слабее вот этих уже можно бить ребят как бы ради баннера 1 знает так я по поводу моего похода в маршанский топе да разыскал деньги отдал брата вейн обещал вознести молитвы из-за твою и за мою душу замечательно ты знаешь что это была проверка не только твоей храбрости но и честности и ты с успехом прошел испытание поздравляйте на даже не знаю радоваться или нет в любом случае спасибо за вознаграждение как бы 500 монет мне твои не нужны даром извиняй вот для проверки честности надо было не знаю тысяч двадцать тридцать засунуть вот тогда была бы настоящая проверка честности ладно давайте мы на этом пожалуй закончим продолжим тогда в следующей серии на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи